Друзья, всем доброе утро! Первое упражнение мы начинаем из планочки. Лобковая кость на себя, пространство между плеч расширено. Мы подшагиваем вперед так, чтобы голени были параллельно полу и отшагиваем назад. Дальше поднимаем одну руку, затем вторую руку. Обращаем внимание, что поясница у меня плоская, лобковая кость подтянута на себя. И когда я буду поднимать руку, я стараюсь держать корпус неподвижным. Хорошо? Если вам так тяжело, мы просто подходим под шагом вперед и назад, не поднимая руки. Что важно? Пожалуйста, не прогибаем поясницу, не поднимаем таз наверх. Лобковую кость подтягиваем вперед. Поехали! Минута пошла. Пошла. Let's go! Подшагиваем, отшагиваем назад, поднимаем левую руку, правую руку. И еще раз. Подшагиваем, отшагиваем назад, поднимаем одну руку, вторую. Максимально стараемся держать корпус неподвижный. Продолжение следует. Итак, друзья, приступаем ко второму упражнению. Мы лежим на боку, одна часть ягодиц у меня поднята, вторая лежит. Дальше я прямые ноги поднимаю наверх и делаю тач рукой, стопы вместе. Когда я меняю положение, колени к себе. Опять выпрямили ноги, делаем тач, ноги на весу. Если вам сложно, можете их укладывать на пол и понимать из этого положения. Также вот вариация, когда локоть идет к согнутым коленем, то бишь мы не поднимаем прямые ноги. Мы делаем тач локтем-коленем. Ну что, поехали? Укладываемся на одну из ягодиц, на предплечье, прямой рукой, прямые ноги, либо локтем согнутые колени. Ой, да, все верно. Тут скажу вам честно, играет роль из какой ткани у вас сделаны лосины, либо шорты и на какой поверхности вы делаете это упражнение. Потому что если вы, как я, лежите на шишках, на не скользком коврике и с мега не скользкими лосинами, то, конечно, делать его неудобно просто из-за того, что неудобно перекатываться с одной стороны в другую. Но я думаю, что вам втройне так не повезет, а наоборот повезет и у вас более удобная одежда для этого упражнения. Если вы дома, то вообще на паркете его делать очень легко. Либо на коврике, но со скользкими лосинами, потому что именно переворот немного неудобен. Хотя упражнение очень эффективное. Окей, вы сделали это. Итак, мы переходим к упражнению номер три. Поднимаем ноги вперед, натягиваем на себя стопы. Делаем хлопок. Одна рука по диагонали и мы переворачиваемся, как бы переносим вес на плечо второй руки. Одна рука к себе. На этом же плече мы будем выжимать себя таз наверх и делать тач второй рукой по диагонали назад. Поехали! Поднимаем таз как можно выше и тянемся рукой по диагонали назад. При этом точка опоры у вас это плечо. Именно на нем мы проворачиваемся и вытягиваем хлопок. Итак, хлопок, выжали таз наверх, потянусь рукой по диагонали. Хлопок, выжали таз наверх, потянусь по диагонали. Хлопок, выжали таз наверх, потянусь по диагонали. Хлопок, выжали таз наверх. После выполнения упражнения потяните к себе колени и полежите немного, расслабив и прижав к коврику поясницу. Упражнение номер четыре. Завершающее упражнение нашего первого круга. Можем начинать его делать из положения, где у нас таз на себя, мы стоим на одном колене в упоре, как боковая планочка, только на колене. И мы будем поднимать наверх руку и ногу, выводить их вперед, уводить назад и опускать. Усложненный вариант, это мы делаем из положения боковой планки. Поднимаем руку, ногу наверх, выводим их вперед, возвращаем назад и опускаем. Здесь лобковая кость на себя и, конечно, его делать сложнее, потому что вам нужно еще будет держать баланс именно боковой планки. Ну что, друзья, приготовили один бок и погнали! Не спешим. Лучше выполнять корректно. Дышим, не зажимаем дыхание. Если сложно, выбираем тот вариант, который для вас рабочий сейчас. Вот я, например, сейчас перехожу в более простой вариант. Если вы устали, то тоже переходите в более простой. Лучше делать правильный, но более упрощенный вариант, чем неправильный, более сложный. Доделываем и меняем сторону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Ну что, мы с вами большие молодцы, что мы завершили первый курс. Теперь давайте вытянем ту часть тела, которая сейчас включалась максимально, это боковые в нашей части. Нам нужно выйти в боковую планочку, локовый кост на себя, таз не обводить назад, а вытянуть сюда в одной плоскости, макушечку направить наверх, из плеч, видите, я не провисаю в плечах, а выжимаю сюда наверх еще больше, растягивая в бок, стопы на себя, ну и после поменяли сторону и повторили все. ну что друзья всем пока хорошего дня